Музыка Магомаева Магомаева написала книгу о своем кумире, с которой и идет на конкурс «Наша Подмосковья». Над книгой педагог с 30-летним стажем начала работу два года назад, уже будучи на пенсии. До этого никогда ничего не писала, но всю жизнь пристально следила за судьбой и творчеством своего любимого артиста-земляка. Хоть и была у него на концерте всего лишь раз в жизни, в 17 лет. Я пошла с цветами, и вот как розы были у меня 11 штук. И когда он спел первую песню, я боялась, что я не успею, я подошла к нему, вот так, приблизилась к нему, маленькая такая, он такой высокий, аристократ. И я вот так приблизилась к нему, я вот так, я ваша землячка. А он так обнял меня, говорит, очень приятно. Даже сейчас, вспоминая свою единственную встречу с кумиром, Тияра не может держать слез. Жалеет лишь об одном, что не могла чаще ходить на его концерты. Работая над своей книгой, она изучила все возможные материалы про Магомаева. Его интервью и авторские книги, воспоминания близких и друзей. Издание «Долгая любовь моя» основано на реальных событиях и повествует о том, «Как судьбоносная встреча в Баку в 1972 году перевернула жизнь знаменитого баритона и солистки Большого театра Тамары Синявской». Они были молодые, красивые, она была замужем. И вот этот роман, действие этого романа у меня идет два года и заканчивается как свадьбой. Вместе с редактором книги, известным краеведом Алексеем Плотниковым, они две недели по вечерам готовили роман к публикации. После того, как я написала книгу, у меня стояла архи-сложная задача, чтобы Тамара Ильинична Синявская дала добро. У нее на столе лежала моя рукопись больше полгода. Наконец она сказала, значит, мы хотели назвать, я хотела назвать «Ты моя мелодия», она сказала, нет, «Долгая любовь моя». Очень помог в издании романа и глава города Видное Моисей Шамаилов. Презентация книги прошла в историко-культурном центре в марте этого года. Издание тиражом в 500 экземпляров «Тиара» издала на собственные средства, но принципиально ее дарит, а не продает. Роман высоко оценило литературное сообщество. Автора в этом году приняли в члены Союза писателей России и наградили золотой есенинской медалью. В премии «Наша Подмосковья» она решила участвовать ради своего кумира. В случае победы наша героиня мечтает переиздать книгу, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с историей последней любви Великого Орфея XX века. Родственники и земляки, живущие в Видном, поддерживают ее инициативу. Это моя тетя, которая всю жизнь посвятила Муслиму Магомаеву и его творчеству. Она написала прекрасную книгу, которую я прочитала на одно мгновение. И я считаю, что она достойна премии губернатора Московской области. Книга прекрасно иллюстрирована. Здесь можно найти не только уникальные кадры самого Магомаева, но и его художественные работы. Ведь после ухода со сцены он посвятил себя другой своей страсти – живописи. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова